Потом я присутствовал, я видел, как часто, как много джухар ездил. Как я помню, и я, по-видимому, не о Хибайске, я с ним разговаривал на эту тему, несколько вопросов задавал. Он ездил в Саидску во Францию. И я точно знаю, что у него визы не было. Его приняли, конечно, на аварийном аэродроме, и это все происходило тайно. Насколько знает. Я абсолютно уверен, что никакого документа в шарфовской прессе о посещении Дудаевым кольца Франции, я думаю, не найдется. Мистер Алион, я расскажу. Я свидетель, я летал с ним. Это не был военный аэропорт. Это был аэропорт Бо-Вуа, называется. Но приглашение Дудаевым кольца Франции сделали действительно военным. Мы прибыли во Францию, и день-два готовили соглашение на предмет того, что Франция в лице определенных военных структур возьмется за безопасность Чеченской Республики. И сделает три кольца безопасности. Первое кольцо – это президентский дворец. Второе кольцо – это сам город Брозный. И третье кольцо – это сама республика. Зная, что Дудаев – летчик, они его пригласили на секретную военную базу «Поранж». До Дудаева ни один выходец из Советского Союза, ни один военный, ни один гражданский, и уже ни один из российских людей там никогда не был. На этой секретной базе. По приезду туда рано утром Дудаева ознакомили. Полчаса было ознакомление с управлением новейшего истребителя «Мираж-2000». Новейший. И он сел вместе с одним французским генералом в один самолет. С ними был еще второй самолет. И они воевали против трех других самолетов. И после ихнего боя были разборки компьютерные, смотрели. И оказывается, Дудаев поразил три самолета противника, а те поразили второй самолет этой группы. Один самолет с Дудаевом остался, как говорится, полностью. Это была независимая. Это им очень понравилось. И они пригласили в воскресенье в офицерский клуб в Париже, в центральный офицерский клуб, где собрались все высшие руководители всех военных ведомств и всех спецслужб, так или иначе имеющих каким-то военному делу. Это был очень большой прием. И я даже очень удивился такому приему. Там только не было лично министра обороны, но был его заместитель. И были руководители французских спецслужб, были руководители департаментов министерства обороны, авиации, там, допустим, и так далее, и так далее. Там очень было много военных, и соседствовали его. Вот такая поездка во Францию тогда состоялась. Более того, быткость меня в Чечне будет не каждый месяц, но каждые два месяца Дудаев куда-то выезжает. То есть, аэропорт Грозного интенсивнейшим образом работал. И гости приезжали, я говорю, гости, помню, сын президента Турции приезжал. А мне тогда было. Да. Какие-то бизнес-интересы появились. То есть, Чечня постепенно оформлялась как государство, как академическая единица. Так что, вот, когда мы говорим об интересах, там интересы были не только военно-стратегические, просто частные экономические интересы. Кто-то из арабских стран интересовался нефтью, кто-то интересовался чем-то, кто-то интересовался, я помню, приезжали какие-то люди там виноградниками, что вы, мусульмане, вино не употребляете, может, мы вино заберем. Так что страна строилось государство. Шел нормальный очень процесс, нормальный очень процесс строительства государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров 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 А.Кулакова